Всем огромный привет! Сегодня будет второй апдейт на Project Pen за 2023 год, и представляете, у меня уже есть первый пустой продукт. Давайте мы с него сразу же начнем. Интересно, кто-нибудь угадает или нет, но я не буду долго затягивать. Это миниатюрка CC-крема от It Cosmetics, здесь объем 4 мл. У меня также в Project в объеме 12 мл, там тоже очень хорошие такие результаты. Я думаю, что к следующему апдейту, возможно, и его закончим. Но, как можете видеть, я этот CC-крем даже разрезала, потому что это не дешевый продукт, но и конкретно вот эту миниатюрку я получала как раз-таки при покупке того CC-крема. 12 мл. Это в подарок шло. Но, тем не менее, как-то жалко, да? Полностью закончила, и вообще эти CC-кремы у меня попали в Project Pen, потому что я их давно покупала, а здесь очень много каких-то ухаживающих компонентов и масел различных, не хотелось, чтобы этот продукт испортился. Вот так вот, девочки, первая пустая баночка в этом Project. Несмотря на то, что у меня терка, все равно приятно. А теперь давайте по порядку. У меня в некоторых продуктах хорошие результаты, в некоторых не особо, можно сказать. Продолжим далее. В проекте у меня вот такой вот праймер от Revolution Pro. Prime Bright называется. Вообще, этот праймер предназначен для того, чтобы подсвечивать кожу. Но я не раз вам показывала в Get Ready Me. Вы видели этот праймер. Он не сказал бы, что такое прям вау, какое подсвечивание дает. Как, допустим, от Charlotte Tilbury или мой самый любимый праймер от Lancaster, который невероятно красивое лицо делает. Это обычный праймер. Не сказала бы, что я заметила, что тональная основа как-то дольше держится или лучше смотрится. Но как дополнительное увлажнение, в принципе, неплохо. Использовала две помпы. И посмотрите, значит, я начинала вот с этой отметки. В прошлом апдейте вот такой результат был. Почему такой только маленький результат был? Потому что я в начале января чаще использовала праймер от Essence, который с черникой. Потому что тот праймер был с прошлого проекта, и я его хотела добить из-за этого. Я изжидко только использовала этот праймер, и такие маленькие результаты были в первом апдейте. А тут, представляете, хо-хоп! И вот до этой отметки я дошла. Специально маркером отметила, потому что я не совсем уверена, что здесь будет виден... Именно просвечивать будет вам через камеру, я имею в виду. Потому что когда я на свет держу этот продукт, то видно вот эта вот черточка. Да, к какой отметке я дошла этого праймера. Использовала две помпы, потому что это достаточно такая густая консистенция. И такими темпами, девочки, мне кажется, я через пару месяцев, возможно, и закончу этот праймер. Так, теперь тональная основа. Как раз-таки тональная основа, точнее CC-крем от It Cosmetics. Я не знаю, насколько будет разница видна с прошлого апдейта или нет. Я как бы вам даже показать таким, может быть, образом. Я вот так вот стиснула, стиснула, стиснула. Совсем мало этого продукта осталось, как можете видеть. И я думаю, если я нацелюсь на этот CC-крем в этом... Точнее, в будущем месяце, да, то думаю, что к следующему апдейту этот CC-крем у меня тоже закончится. И здесь объем, как уже говорила, 12 мл. Как раз-таки при покупке этого CC-крема мне вот эту миниатюрку положили в подарок. Ну, там акция какая-то была, поэтому взяла. И этот цвет у нас Light. Если это Medium, то это Light. Вот следующая тональная основа. Мне кажется, особо результатов мы с вами тут не увидим. От Rimmel Match Perfection называется. Мне очень нравится эта тональная основа, потому что такое красивое личико получается с нею. Единственное, приходится мне смешивать, конечно, с другим светлым оттенком, когда у меня нет автозагара на лице, допустим, да. Потому что этот цвет очень темный. 200 Soft Beige называется. 200 Soft Beige. Мне самой будет интересно, есть ли какие тут результаты, потому что, честно говоря, я вот больше концентрировалась на CC-крем от It Cosmetics. Из косметички, конечно же, продукты использовала. Вот, и из-за этого у меня не так часто руки тянулись к этой тональной основе. Следующая это BB-крем от Misha. Это якобы миниатюрка, потому что в большом объеме 42 мл, мне кажется, а здесь 20 мл, но достаточно много продукта. Несколько раз использовала я этот BB-крем, поэтому сейчас мы никаких результатов не увидим. Так, здесь все от тональных основ испачкано. Очень много, конечно, на этот раз я какие-то тональные основы взяла, но пусть пользуются. Сейчас только 3 месяца, обсчитайте, прошло впереди. Ого-го, еще 9 месяцев использования этих продуктов, так что вполне возможно, что что-нибудь еще закончится. Так, далее консилер от Urban Decay. Мне очень нравится оформление этого консилера. Здесь объем всего 3 мл, девочки. Я не знаю, есть ли какие-то результаты я частенько использовала. Могу сказать, что где-то 80% в макияжах я использовала именно этот консилер. Поэтому очень удивительно, что вот так вот медленно расходуется. В принципе, не особо удивительно, так как этого консилера нужно совсем немного, потому что хорошее покрытие дает этот консилер. И с ним лучше не перебарщивать, так как забивается в морщинки. Но когда я припудриваю зону под глазами, то этот консилер отлично смотрится. Тем не менее, потихонечку-потихонечку будет расходоваться этот консилер. Так, далее. Все, мы с вами с жидкими продуктами закончили для лица. А теперь перейдем к сухим. Начну я с пудры от Revolution, которая, как уже говорила не раз в Get Ready Me, мне абсолютно не нравится по качеству, в плане того, когда я использую эту пудру на все лицо. Вот что значит первое впечатление. Вот что значит впечатление, когда уже поносишь этот продукт. Да, тем более на работу я вот только на работе могу понять, хороший продукт или нет. Потому что тестируешь, получается, с утра до вечера. И конкретно эта пудра мне не понравилась, потому что к концу дня лицо такое застаренное. Как бы вам показать, девочки, не знаю. Результаты здесь есть. Может быть, вот таким вот образом. Результаты я имею в виду. Вот тут вот у меня немножко углубление началось. Чуть-чуть. Не совсем уверена, что как бы поймать свет так, чтобы было вам видно. Так уж так. Ну, короче, можете мне поверить на слово, но здесь уже легенькое такое углубление. И эту пудру я сейчас использую только на лоб, как вы могли видеть в моих Get Ready Me. Только на лоб эта пудра идет. На все лицо не доверяю этой пудре. Еще из кремовых продуктов у меня же бронзер. Ну, как раз-таки мы сейчас к бронзеру и румяным перейдем. Бронзер от Milk Makeup. Я его переспрессовала вот в этот контейнер от пудры, можно сказать, L'Oreal, который у меня в прошлом прочекте, мне кажется, я закончила эту пудру. Здесь мы не увидим никаких, к сожалению, результатов, девочки, потому что я очень редко использовала этот кремовый бронзер. Я думаю, раза три только нанесла, но его так мало нужно, он настолько пигментированный, и мне кажется, это была плохая идея брать этот бронзер в проект. Я помню, смотрела одну девушку, которая сейчас уже не снимает. Она из Швеции или Швейцарии, не помню. Ну, она говорила на английском языке. Ну, не знаю почему, забросила YouTube. И вот она как раз-таки заканчивала большой размер Milk Makeup бронзера, а эта у меня считается миниатюрка. И я не знаю, как долго она использовала этот бронзер. Реально годами там и не могла закончить. И потом, в конце концов, закончила. Но я надеюсь, что этот бронзер в этом году я начну потихонечку заканчивать, и, возможно, на следующий год в Project Pen тоже возьму этот бронзер. Но пока, говорю же, каких-то результатов мы с вами тут абсолютно не увидим. Ну и следующий бронзер мне самой будет интересно, есть ли какие-то результаты или нет. Частенько использовала, но хотела бы сказать, где-то, наверное, 50 на 50. 50% за это время я использовала этот бронзер от Catrice, один из моих любимых бронзеров в оттенке Sun Kit Bronze. А остальные 50% какие-то новинки тестировала. Ну и из косметички. И, наверное, я вот таким вот образом постараюсь вам показать. Нужно, то есть вот так вот, вообще непонятно, использован бронзер или нет. Нужно обязательно мне вот таким образом поставить этот бронзер, чтобы хотя бы что-нибудь мы с вами увидели, и, говорю же, мне самой интересно, есть ли какие-то результаты. Вот почему-то у меня кисточка в эту область попадает, но сейчас я уже конкретно в этой области набираю, потому что хочу увидеть с каждым апдейтом какой-то прогресс. И мне кажется, тоже была плохая идея брать этот бронзер в Project, потому что он очень хорошо пигментированный, не так много нужно этого бронзера. Но, тем не менее, буду использовать, и вы знаете, что этот бронзер мне очень нравится, очень красивый цвет получается на лице. Реально подсвечивает, но имейте в виду, что этот бронзер содержит в блёсточке мелкие-мелкие блёсточки. Это нужно учитывать. Так, у меня консилер упал. Так что так, всё, с бронзером закончили, теперь перейдём к румянам. Румяна от Essence The Blush в оттенке 80 Breezy. Вы знаете, я частенько использовала эти румяна, а сейчас вот таким вот образом показываю вам. Но не знаю, насколько камера уловит, есть ли здесь хоть какое-то углубление. Мне кажется, не особо будет тоже видно. Почему-то у меня опять-таки же кисточка вот в эту область попадает. Не знаю, может, у меня рука так набирает продукты, вот эти вот, которые находятся в круглых шайбах, я имею в виду. Кручу, верчу, увидеть хочу, но ничего я не вижу, девочки. Но поверьте, вот так вот я, когда смотрю, вижу, что есть лёгкое углубление. Но самое интересное, это, конечно же, начнётся, когда уже хотя бы маленькое донышко там будет видно, когда мы будем видеть, вот на чём держатся сами румяна. Так что так, пока тоже не особо понятно, но использую. Я эти румяна, мне кажется, где-то 70% ежедневного макияжа, да, именно эти румяна использую. А вот остальные 30% из косметички румяна. Так, что у меня ещё? Продукты для лица. Продукты для лица вроде я закончила. Перейдём, давайте, к глазам. У меня два карандаша для глаз. И потом уже мы заканчивать будем с губами. Первый карандаш от Катрис, зелёненький. Я его до сих пор не выкинула и не использовала. В прошлом апдейте я вам говорила, что этот карандаш очень сухой. Невозможно рисовать никакие стрелочки. На водную линию тоже нельзя нанести этот карандаш. Я вам сказала, что, возможно, выкину. Пока ещё не выкинула. Вот, думаю, может быть, его как-то подогреть немножко и рисовать стрелки. Не знаю, рука пока не тянется выбросить. Так, всё у меня падает. Ну, а я его не использовала абсолютно. С прошлого апдейта не использовала. Поэтому даже грифель не буду вытаскивать, показывать вам. А следующий карандаш я частенько использовала. Ну, как частенько? Не знаю. От пяти до десяти раз, представляете? Вот так вот не могу точно сказать. Но здесь должны быть результаты. Это Avon True Glimmer Stick. Такой вот фиолетовый карандаш. Я его давно, девочки, покупала, и он до сих пор не высох. Вот такие у меня результаты, посмотрите. И если бы я его чуть чаще использовала, возможно, и смогла бы закончить. Но я думаю, если захотеть, то к следующему апдейту я завершу этот карандаш. Давайте я вам сводч сделаю. Кстати, вот этот карандаш от Essence, он... Ой, да. От Catrice, точнее. Он вообще, смотрите, какой стойкий. Чуть-чуть размазывается, но реально стойкий. Если бы еще формула была более мягкая. А вот этот карандаш, по сравнению с Catrice, смягчайше рисует. Рисует и по сухим теням. То есть я макияж сделала и, соответственно, рисовала стрелочки в основном. Я с этим карандашом. Очень красивый оттенок. Вот. Рисовала стрелочки и прям отлично скользит по теням. Представляете, да? Классный-классный карандаш от Avon. Так. Испачкалась. И теперь перейдем мы к губам с вами. Начнем с карандашей для губ для начала. Первая от Manhattan карандаш. Мне кажется, это оттенок 59Y, если не ошибаюсь. Раньше у меня фаворит был 59G. Или 39G. 59G, мне кажется, я постоянно забываю. Так. Мне интересно, есть ли какие-нибудь результаты. Вот сейчас выдвигаю. Так. Вот столечко осталось карандаша. Совсем немного, девочки. Совсем немного. Но этот карандаш очень пигментирован. И могу сказать, что он расходуется не так быстро. Не так быстро. Но мне интересно, конечно, какие результаты с прошлого апдейта. Красивый оттенок. Тоже давайте сводч сделаем. Красивый оттенок. Под многие помады из прочих-то подходит этот цвет. В розоватый уходит. А вот тот вот 59G или 39G. Он больше такой коричнево-персиковый, что ли. Да. И в следующем карандаше мы однозначно с вами увидим результаты. Это Sephora. Там, в принципе, и размер этого карандаша небольшой был. Вы сможете увидеть. Вот на начало проекта это был практически полноразмерный продукт. Но миниатюрка карандаша, можно сказать. И сейчас можете на фотографии смотреть именно вот на эту надпись. Специально так держу карандаш, чтобы можно было увидеть, какие у меня результаты. Вот по этим надписям, видите, потихонечку грифель у меня добирается до Sephora. Вот такой вот карандаш. Очень мягкий. Быстро достаточно расходуется. Плюс его нужно точить частенько. Ну, как частенько. Я не знаю, раз от пяти до семи я использую. Вот поточила, да, и пять-семь раз я могу использовать этот карандаш. А потом снова нужно точить. Вот. Я думаю, что такими темпами, возможно, я и закончу. К прошлому, к прошлому говорю. К следующему апдейту этот карандаш. Тоже хорошие результаты, на мой взгляд. Ну, а теперь остались помады. Давайте начнем с помад, которые я редко использовала. Первое это будет от Art Deco. Тут даже не буду названия говорить. Я уже вам рассказывала. Формула этой помады мне не особо нравится. Она быстро съедается с губ. Часто нужно обновлять. Но за этот месяц, мне кажется, я даже ни разу, хотя один раз, может быть, нанесла эту помаду. Поэтому тут мы с вами никаких результатов не увидим. Так. Пусть полежит так. Следующая помада, которую я тоже не так много раз использовала, это от Yves Saint Laurent. Тут тоже оттенок, только номера. Не буду даже показывать. Красивый цвет на самом деле. И это миниатюрка помады. Представляете, это миниатюрка помады. Очень пигментированная помада, комфортная. Не быстро съедается с губ. Вообще формула понравилась этой помадой. Но вот почему-то у меня были такие макияжи, которым этот цвет конкретно помады не подходил. Поэтому вот так. Поэтому так. Следующие помады, которые я частенько использовала, и обе помады будут, интересно даже, будут от Avon. Первая из серии Mark. Я думаю, такие помады уже у Avon не продаются. Оттенок Какао Kisses. А давайте я вам цвет покажу этой помады. Ну, чтобы приблизительно вы понимали. Вот такой вот оттенок. Красивый, видите? Ябодный такой красивый. Вот помада. Та-да! Мне кажется, здесь должны быть хорошие результаты. Самой будет интересно фотографию посмотреть. С прошлого апдейта я имею в виду. Вот потихонечку расходуется. Вы знаете, приятная формула, но помада тоже быстро съедается с губ. Я вам уже говорила, что частенько пью на работе воду, заставляю себя пить, можно сказать. И, соответственно, у меня помада стирается. Я думаю, что с кремовыми помадами это, в принципе, нормально. Но вот как раз-таки по сравнению с Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent тоже, я же на работу носила, и тоже воду пила, да. И она более стойчая остается на губах. А так формула хорошая у этой помады. И красивый оттенок, конечно же. Самое главное. Красивый оттенок. Так, а еще я вам забыла показать помаду от Revlon. Очень красивого оттенка. Смотрите, очень красивый. Ну, как раз-таки на весну тоже хорошо. Вот такие вот у меня результаты. Мне кажется, что-то должно быть видно, потому что я несколько раз брала эту помаду в этом месяце. Я думаю, что хотя бы чуть-чуть. Я-то не помню, то ли так фотографию я делала, то ли так, или так. Ну, короче, вот такие у меня результаты. Очень красивый оттенок, но также не особо стойкий. Я вам цвет вот этот забыла тоже показать. Красивый. Посмотрите. Типа припыленная роза, что ли. Классный цвет. И следующая помада также от Avon. Это какая-то лимитка была. Love. Тут должны быть хорошие результаты, в принципе. Я надеюсь. Вы знаете, насколько я не особо любительница розовых помад, но вот этот оттенок... Ну, я, конечно же, контур губ делала, да? Там вот использовала от Manhattan и другой карандаш. И, не знаю, очень классно смотрелось в сочетании с такими более коричневыми, да, карандашами. И, говорю же, реально часто носила эту помаду. Поэтому я думаю, что мы здесь и увидим какие-то результаты. Это однозначно. Я думаю, что есть результаты. Всё, хватит. Оттенок вам уже показала, да? Такой вот розовый я очень редко ношу, но, говорю же, за последний этот месяц частенько носила. Следующие остались блески для губ. Первое это масло-блеск от NARS. Вы посмотрите, какие у меня результаты. И к следующему апдейту вот столичка. Осталось к следующему апдейту. Ну, тут ещё по стеночкам есть. Я думаю, закончу этот блеск масла. И моя любовь к блескам маслом началась именно с этого продукта от NARS. Потому что эта масло, я вам уже говорила, настолько приятная, настолько нежные губки становятся. Им не нравится, что этот продукт, он смягчает, но он не как будто бы отшелушивает. Я вам говорила, что есть такие блески, которые вы носите. Вот в основном от Essence бывает такое. Вы носите, и у вас прям кожа губ начинает отшелушиваться. Но она мягенькая, не корочкой, а именно такая мягенькая кожица начинает отдираться от кожи губ. Да, как бы объяснить. Надеюсь, вы понимаете. Надеюсь, у вас тоже такое бывало. Но вот с этим маслом-блеском такого абсолютно нет. То есть губы мягенькие-мягенькие, ничего не отшелушивается. Плюс очень красивый блеск даёт. Единственное, оттенок такой, не сказала бы, что он сильно виден на губах, но тем не менее он оттеняет. Вот, оттеняет. Я даже хотела приобрести от Nars такой вот блеск на момент, когда поняла, что это очень хороший продукт. И хорошо, что я... Ну, то есть Nars перестали вроде как выпускать такие масла для губ, и плюс и скидки не нашла на это такие средства. То есть где-то в каких-то сайтах ещё можно найти, если эти масла-блески. Но я думаю, что они почему-то снимают с производства этот продукт. Но сейчас я знакомлюсь с маслом-блеском от NYX, который очень сильно хвалит. Я две штучки купила, помните, показывала вам. В каких-то покупках во влоге уже не помню. И вот их буду тестировать. Возможно, они тоже будут такими же классными. И ещё, кстати, один блеск масла заказала. Потом вы увидите. Так, ну и последний блеск для губ от Essence. Я сегодня вот здесь вот отметочку сделала. Вы знаете, этот блеск я носила на работу. На начало проекта, мне кажется, этот блеск полный был. Да. На работе у меня этот блеск стоял. То есть не носила я его в сумке и ставила на работу. Он у меня стоял прям на работе. Вот как раз-таки в пятницу, когда работа заканчивала, закинула этот блеск, потому что знала, что сегодня буду делать апдейт на Project Pen. И что хочу сказать. Вот конкретно вот этот оттенок, девочки, не покупайте. А я не помню, что за цвет. Тут стёрлось всё. Название стёрлось. Ну, короче, вот этот блеск, который идёт с блёстками, потому что блёстки невероятно чувствуются на губах. Абсолютно мне эта формула от Essence не понравилась помадой, но буду использовать, потому что красивое сияние даёт губам. Единственное, говорю же, когда вы смыкаете губы, не особо приятные ощущения. Вот посмотрите, какое красивое сияние даёт. Очень красивое сияние. Видите, да? И вот такие у меня результаты. На самом деле, вы знаете, я не так, не сказала бы, что каждый день использовала этот блеск. Я вам же говорила, что иногда бывает такое, что у меня суховатые губы, и я сверху наношу. Или вот этот вот блеск, точнее, наносила этот блеск. И также у меня на рабочем столе прям стоит тоже масло-блеск от Revolution. Или это просто как масло для губ. И вот сверху вот так вот, когда чувствуешь, что губы немножко стянутые, или, допустим, вы знаете, бывало такое, какие-то дни, когда я поела, да, и мне не хотелось идти, допустим, до туалета, можно сказать, ну, до гардеробной, и по новой красить помадой. Я просто брала этот блеск от Revolution, и всё. Вот так было у меня. Или, допустим, короче, не буду всё рассказывать, как я использовала, но сами понимаете, по-разному вы берёте продукт для использования. Так что так, я смотрела, 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 смотрела. Вроде как использую этот блеск от Essence, и он не вижу никаких результатов. И тут-то я вот в пятницу как раз-таки, вчера, да? Да, вчера пятница. Как раз-таки вчера, получается, взяла этот блеск и смотрю, какой-то просвет виден. И я давай кисточку вытаскивать, вытаскивать кисточку, и вот такие вот движения делать. Вот. Сейчас у меня всё тут. И смотрю, а у меня-то там уже блеск заканчивается. И сейчас, вы знаете, я приблизительно промаркировала этот блеск. Но я думаю, что... Не скажу, что прям маркер точный, мне кажется, потому что по стенкам тут ещё есть продукты. Но, тем не менее, уже есть какие-то результаты, и я очень довольна. Всё, девочки. Я думала, как всегда, когда я снимаю аптейт на проект, думаю, а, быстренько справлюсь. Но, видите, не получается быстренько справиться. Но, тем не менее, надеюсь, вам было интересно посмотреть. Это значит, получается, у меня первый пустой продукт в этом проекте. И я думаю, я думаю, вот эта маслица от Марс в следующий раз у меня может закончиться потом. от It Cosmetics. Вот этот вот CC-крем, короче, который упал. Может быть, может быть, если я частенько буду делать подводку. Вот этот карандаш от Avon. И дальше мы посмотрим. Дальше мы посмотрим. Не буду прямо сейчас сильно загадывать. Но вот эти вот продукты, я думаю, что у меня закончатся. И потихонечку сейчас с каждым месяцем законченных продуктов всё больше и больше будет. Потому что, ну, сами видите, они потихонечку уже заканчиваются. И вот, я думаю, возможно, взамен закончившимся продуктам я ещё буду добавлять именно из некоторых категорий. Допустим, у меня CC-крем от It Cosmetics закончился. Но у меня в проекте, смотрите, сколько тональных основ ещё. CC-крем, Rimmel Match и ещё BB-крем от Misha. Соответственно, я не буду добавлять ничего. А если какая-нибудь, может быть, помада уйдёт, блеск, то можно добавить что-то такое. Я вот приблизительно так предполагаю. Всё, девочки, не буду больше болтать. На этом заканчиваю это видео. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих. Пока-пока.